После обеда депутаты вернулись к обсуждению скандальных итогов проверки финансовой деятельности Карельского пенсионного фонда. Напомню, что по этим документам установлено нецелевое использование более 19 миллиардов рублей. Деньги ушли на строительство офиса, ремонт оборудования, премии путевки и новые квартиры сотрудников. Кроме того, руководство фонда почему-то находило возможным решать проблемы Карелсоцбанка за счет средств фонда. Позицию банка и пенсионного фонда сегодня отстаивал Рудольф Клинк, замдиректора Карелсоцбанка. Завтра Карелсоцбанк перечисляет пенсионному фонду 2 миллиарда и остается должным всего лишь 2,5 миллиарда. Лучше всего было бы потопить его, признать банкрота. А у нас в основном клиенты были пенсионеры. Розенкова приняла совершенно другую политику. Поддержать его. Тем не менее, депутаты приняли постановление, в котором выражают недоверие Людмиле Розенковой, председателю пенсионного фонда Карелии, а также просят республиканскую прокуратуру еще раз проверить хозяйственную и финансовую деятельность пенсионного фонда и Карелсоцбанка. Вот вчера у меня просил прощающими руками человек, близкий мне, пенсионер, который месяц не получает зарплату, три картошины в кармане. Значит, он говорит, дайте чего-нибудь перекусить. Так вот, в этой ситуации разве можно спокойно подойти к тому, значит, что сегодня обсуждаем? Кстати, основной довод пенсионного фонда тот, что все купленное на 19 миллиардов никуда не делось, превратилось в недвижимость, а в противном случае денежки ушли бы в Москву. Но если так, почему бы пенсионному фонду сейчас не продать эту недвижимость, чтобы хоть как-то помочь своим пенсионерам? Спасибо.